собрался тут в дебри небольшие и прямо чуть ли не из-под ног спугнул косулю вот на метрах тут в 12 от меня стоит отдыхала сейчас попробую к ней подойти поближе убежит или нет не знаю может не убежит и так прибыл я на назначенное мне место курьер скинул координаты я вышел по этим координатам и встреча была назначена около куста со свежесломанной веткой вот я вижу свежесломанная ветка совсем свежий слом вот так она была то есть вот накануне встречи мне пометили вот это место я сейчас нахожусь здесь жду встречи с человеком которого которого вы уже все знаете вот и наслышанная встреча строго конспиративная мы договорились что аудиенция будет не назначена в районе 30 там 35 минут съемка категорически будет запрещена вот но я могу вживую пообщаться с этим человеком и как вы уже догадались этого человека зовут вячеслав мальцев который настоящее время как вы знаете скрывается в так называемом разливе я с ним сегодня здесь встречаюсь естественно вы понимаете что я не могу сказать вам что за страна что за город даже про этот лес ничего не могу сказать потому что руки путинских сатрапов могут достать его в любой точке мира и поэтому мы должны соблюдать строжающую конспирацию вот я сейчас вижу за той грядой голову мальцева не знаю вам видно или нет вот он изучает окружающую обстановку пока ко мне не подходит я к ним не подхожу мы должны хорошо осмотреться нет и здесь нет и здесь где засады вот пока я смотрю кроме кроме косули которые здесь ходят а вон голова видите светлая голова седая видите он вот он там осматривает местность на предмет противопехотных мин мне подали условный сигнал что наша встреча переносится немножко на другое место 300 метров на 11 часов вот я сейчас продвигаюсь продвигаюсь вот весь тут свежие свежие следы от диких зверей вот это очень хорошо раз дикие звери здесь ходят значит здесь безопасно посторонних здесь не будет вот ведь еще следы косуль которые раскапывают ягель так а мы идем дальше мы идем дальше нехожими грубо говоря тропами так здесь нужно спуститься так и продолжаем путь дальше на 11 часов продвигаюсь по этой каменистой тропинке вот это не искусственно это естественного происхождения партизанская тропа видите как она уже тут протоптана вот ни одно поколение революционеров тут скрывалась видите здесь есть подземные убежища я могу их раскрывать вот потому что они используются до сих пор слаги соратники сюда будут стягиваться и ждать 5 ноября готовится к пятому ноября вы слышите звук вертолета это спецслужбы спецслужбы ищут место нашей встречи поэтому я сейчас вынужден буду укрыться укрыться в подземном убежище нашем в одном из наших подземных убежищ которые находятся где-то здесь где-то рядом на не вижу входа пока тут очень все конкретно замаскировано так мне нужно срочно потому что вертолет тут нарезает круги а вот вот видите да весь вход вот это одно из секретных убежий где самую славу спрячем случае какой облава потом для его партизанскими тропами выведу обратно я думаю вы узнаете этот знак наши партизанский троп обозначены вот такими знаки чтобы не сбиться и не уйти глухую чащу здесь мы уже спилили несколько деревьев которые мешали прохождению тяжелой техники вот и я продвигаюсь дальше к месту десантирования с воды как вы знаете мы находимся в разливе здесь рядом есть вода вот у нас разные пути отходы по партизанским тропам по материку и по воде на наших катерах вы видите я четко иду по партизанской тропе вот наш знак фирменный иначе мы идем в правильном направлении только что закончилась наша встреча со славой ну как и говорил я не могу и выставить я даже не снимал такого была договоренность сейчас нахожусь около разлива значит только что мы отправили славу в другое место на лодке мотор естественно костер мы затушили здесь немножко гриле сегодня вот вот видите вода видите вода да я нахожусь в секретном месте хотя мы следующий раз уже будем не в этом месте встречаться в другом вот и даже и даже в этом случае я не могу точно сказать где мы находимся сами понимаете еще времени настало до 5 07 еще несколько месяцев и мы должны так сказать соблюдать конспирацию вот ну на этом сегодня думаю закончу и до новых встреч вот если мы еще раз здесь состыкнемся я думаю мы столкнемся потому что надо еще говорить кое-какие вопросы финансирования вот не все обговорили и так сказать мы продолжим продолжим наши репортажи такие полусекретные я думаю вам все равно будет интересно посмотреть как развиваются события есть видите специальную площадку где слава качается готовится к революции здесь он подтягивается специально бревнышко подложили чтоб он достал здесь он качает пресс вот и вот эти бревна он поднимает трицепсы качает